Рассказы у Камина Встречается хорошей логикой. Он способен осмыслить ситуацию на два хода вперед. Если гости в доме, и он их нормально воспринимает, пес делает следующий трюк. Показывает, что он очень злой и требует колбасы. Колбаса для малыша лакомство, и для этого он ходит за гостями и грозно рычит. Нервы у гостя не выдерживают, и он вынужден периодически выдавать колбасу собаке, чтобы задобрить малыша. Пес перестает рычать, но только на время. Дальше картина повторяется. Добыча деликатеса – небольшой бизнес малыша, в котором он преуспел и достиг виртуозности в процессе этого шантажа. Пес-малыш безбашенно отважен и может наброситься на любого противника, если будет команда от хозяина. Да не просто сделать вид, он сразу кусает и рвет неприятеля, как большая, хорошо обученная сторожевая собака. В этом году была сильнейшая гроза. Она запомнилась не только молниями, а чудовищными раскатами грома. Ночью гром гремел с такой силой, что дребезжали стекла на окнах, а всполохи молний, как днем, освещали комнату. Но было одно «но». Иногда свечение было не мгновенное, как от молнии, а появлялось и светилось до трех-пяти секунд. На это странное свечение я еще ночью обратил внимание. Утром, когда гроза закончилась, мы обнаружили, что малыш сильно испугался этой грозы. Он испугался до такой степени, что взломал дверь в сарай. В дом открыть дверь, видимо, не решился. Дверь в сарай была на замке. Собака отгрызла кусок двери и, отогнув дверь, проникла внутрь. Если бы не гроза, то осталась бы загадкой. Что такого страшного, увидел малыш и спрятался. Только при большом стрессе собака могла проделать эти манипуляции. Понятно, что она боялась оставаться именно на улице. Но малыш не лаял и даже не скулил. Он просто спрятался, непонятно от кого. Провианта или чего-нибудь съедобного в сарае не было. На утро он поскулил. Отогнуть дверь вперед без прошлого стресса он уже не мог. Когда мы выпустили малыша, то поразились, как он обгрыз дверь и сумел ее отогнуть. Дверь выглядела так, словно кто-то электропилой или рубанком прошелся по ее низу. Но у меня до сих пор сомнения. Может, не грозу он так испугался? Волков у нас нет. Может, неизвестные сущности или гуманоиды так напугали бедную собаку? Ведь грозы были и раньше. Но во время грозы и дождя малыш прятался всегда в свою будку. А здесь он в срочном порядке спрятался за дверь и сараей. Но и свечение ночью было довольно странное. Позже, где-то через неделю, я узнал, что соседи в небе видели странный объект, который светился импульсным свечением. Но после грозы взмыл вверх и скрылся в небе. Субтитры создавал DimaTorzok